Всем привет, друзья! Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». И это связано с подачей на убежище в США через Мексику. Иногда иностранные граждане, которых преследовали у себя на родине, подав прошение на политическое убежище, вместо ожидаемого статуса «Асайлум», получают статус «Висхалдинг оф Рэмэллоу». Что дает этот статус? Вначале поясним, что «Висхалдинг оф Рэмэллоу» на русский язык переводится как «воздержание от депортации». Во-первых, этот статус предоставляется, как правило, тем, кому отказано в убежище по какой-либо причине, но просителю убежища угрожает опасность по возвращению домой. Чем отличается статус беженца «Асайлум» от статуса «Висхалдинг оф Рэмэллоу»? После получения статуса беженца вы имеете право через год подать на грин-карту. Затем, получив грин-карту, через 4 года вы сможете подать на гражданство. Статус беженца дает вам право также воссоединиться со своими несостоящими в браке детьми до 21 года и своим супругом-супругой. В этом случае они также получат произвольный статус беженца. К сожалению, статус «Висхалдинг оф Рэмэллоу» не дает возможности ни получить грин-карту, ни, соответственно, американское гражданство. Лицо, получившее статус «Висхалдинг оф Рэмэллоу», не может также подать прошение на воссоединение со своими ближайшими родственниками. А может ли иностранец со статусом «Висхалдинг оф Рэмэллоу» выезжать из страны? Нет, и это является еще одним минусом этого статуса. Если вы выедете, то это будет рассматриваться как добровольная депортация, и по закону вас не должны впустить обратно в США. В каких случаях статус «Висхалдинг оф Рэмэллоу» можно считать лучшим исходом дела? Дело в том, что определенные преступления, совершенные людьми в прошлом, не дают им возможности получить статус беженца. Итак, друзья, взвешивайте свои возможности перед подачей на убежище. В США требования к заявителю на политическое убежище крайне жесткие, особенно для лиц без семьи и с невысоким социальным статусом. Также влияет возраст, страна и многое другое. Некоторые страны ЕС с удовольствием примут вас и обеспечат всем необходимым, в том числе жильем и денежным пособием. Требования в разных странах разные, и это необходимо учитывать. Всем удачи в эмиграции! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова